Добрый день, меня зовут Олег Иванович. Я хотел бы рассказать вам про простую свою берданку ИШ-27М. Бествольное ружье, вертикалка. Я его приобрел в начале 90-х годов для того, чтобы оформить официально документы. Разрешение получить и так далее. Рабочее ружье в тайге сколько раз выручала кормилица моя. Ну, что могу сказать. То, что 70-80 метров я с него снимал с дробовыми патронами глухаря. Рябчиков, конечно, не 70 метров, а метров они близко подпускают. То, что 70-80 метров она бьет точно это 100%. Это проверенное ружье. Что еще? Грибер 12. Вот, 70 миллиметров длина патрона и патронника в стволах. А длина ствола стандартная? Да, длина ствола 132, по-моему. Вот. А не 102? Нет, по-моему, он 132. Ракарин до сих пор у него нет, разбирал. Суга добра. А? Суга добра. А? Я же сказал, в начале 90-х. Ну, конкретнее. 91-й, где-то старый год? Да, ружье моего. Какой настрел примерно? Ну, где-то 64 патрона подстрелял. Может больше. Ну, так. То, что еще, видите, старый затыльник. Пластмассовый. Надо купить резиновый вставить сюда, чтобы отдача меньше была. А то в ППХ, когда перезаряжаешься, начинаешь, не прижимаешься, а потом синяки на плече от отдачи. Даже опытный какой-то синяки. Да, ну как опытный. Когда летит на тебя стая уток, естественно, ты бах-бах, перезарядился. Опять же, нужно перезарядиться. Перезарядился в этом, в таком состоянии, быстро-быстро нужно, когда пока летят. Робот забываешь. Ну, да. Да, естественно, на ходу налетует, там уже не прижал, ба-бах, а потом приходит ему синяки. Все, плечо-синяя. Ну, это... Да нет, я не прижимаю скулу в лицо. Зачем? То есть ты не ложишь на него? Нет. От него такая отдача, что на его нафиг. Ты прицелиешься? Да так же. Ну, на скидку, как стреляешь, там, допустим, и прицелишься. Ну, допустим, идет, идешь ты по лесу, допустим, видишь, вдалеке метров 70-80, сейчас глухарь сидит на сосне. Ну, естественно, зарядился, подошел к дереву, прицелился. Прямо под него прицелился. Под глухаря. Бамс, полетел, все, попал. Не так, не лучше, щечку-то положил. Ну, ты когда щечку... Ну, как щечка? Ну, да, вот, ну, и что? Ну, тебе, ну, сюда же удар-то нет, вот сюда в плечо. А когда ты стреляешь, допустим, на ходу на бегу, перезарядился, опять зарядился, опять это самое, вот ты бах-бах, и не сприжимаешь уже к себе. И получается, блин, синяки из-за этого. Чем летишь потом? Водкой. Малу же, блин. Да-да, уже до 3 снаружи. Да-да-да-да-да-да. Как он с собой с потомом отмечет? Да, это когда-как, когда я запустим, ездим на Остиновку, это осень называется, Остиновка. Есть Весновка, Весновке там мало антики летает. В Весновке, когда баровой дичи нет, она вся в тайге находится. Так, на разливах утка мимо проходит, гусь мимо прилетает. Вот, и пытаюсь им их долбить. Ну, а то, что осень, на осень берешь, да, конечно, да, мало ли что, хозяин выйдет на тебя. Ты в любом случае должен быть вооружен и готов к этому моменту. Потому что, бывает, хозяин выходит, у тебя посмотри, посмотреть, а бывает, выходит, кинутся сразу, сходу кинется. И там уже... И там уже... Ну, да, в принципе. Ну, и там бывают ситуации такие, что... В основном, в Сибири, там, если медведь человека завалил, задавил, там, ветками прикидал и уйдет. Он будет ждать, пока человек начнет протухать. Запах пойдет, тогда он только придет, будет жрать его. Поэтому, люди, которые собирают грибники, там каждый год очень много народу погибает и пропадает без вести. Каждый год. Хочу заметить. Не знаю. Может быть, хозяин, может быть, что-то там еще другое. Но, скорее всего, хозяин. Сейчас специально организована группа, которая работает именно по хозяину, по этим, которые людей убивают. Они прям сразу район, приезжают туда на колоциклах, собак выпускают и погнали. Пока его не задают, не убьют, не успокаиваются. Поэтому, такая ситуация. А есть такие, что уходят хозяева, не догоняют еще чего-нибудь, понимаешь? Это вот, то есть, уже признак того, что в следующий раз запустил, он по-любому кинется. Здесь медведей очень много в тайге. Каждый год он постоянно то приходит, то уходит, то... Ну, много-то... Как понять много? Ну, как понять много, я, допустим, выводок один, к примеру, манка с двумя-тремя пистунами. Ну, сигалетки почему называть, они годовалые такие урастают. А есть, как бы, у своего медведя, свои, твоя территория. А помят каждый год? Ну, конечно. Каждый год? Ну, и чисто, если не знаю, но частенько, конечно, встречаются. Вот, деревья заходят, на буровое приходят. Мужики, когда работают, там же тоже есть специальные ямкостя, где куда мусор скидывают они. Запах оттуда идет, они тоже приходят туда. Мужиков гоняются. Это, я имею в западно-сибирский медведь, бурый. Ну, как буроики защищаются? Да, и кто как. Кто снимает, успевает на телефоне. Не все в сружении, нет. Даже тоже защищаются. Ну, и пришел Мишка-то. Да, ничего, они закрываются, бегут, в этот самый залезлий, сидят, там ждут, пока он идет. Поэтому, если у кого есть ружье, то, естественно, пытаются завалить опять же. Если не профессиональный человек, то если не убил, ранил. Он по-любому потом на кого-то кинется. Без разговоров сразу. Но если они пытаются завалить, то это вообще по закону или... Да нет, конечно, это браконерство считается. Во-первых, сам зверь вышел, во-первых. Это считается браконерством. На него специально путевки продаются и так далее. На властьяльном медведя. То есть специально определенное время года. Где девать, в основном, с берлоги? Когда, знаете, берлога зарублено, все такое. Ну, уже готовы люди. Приезжают, там, становятся номера, чтобы не попасть под обстрел другого человека. И все. В зимний период? Да, да, да. Потому что его себе подняли, то нужно сразу однозначно его успокоить. Если его не успокоить, то это будет пипец, шатун. Это самый страшный зверь. Он зовет его любой, где люди есть, и там делов натворит. Сразу, без разговоров, притом. А запрет на отстрелы-то весна-лето? Ну, да, да, да. Пока выводы, пока. Ну, да, да, да. Начинают, как бы, ближе к зиме. Ну, тут запрет, как бы, да, по законодательству есть такое понятие запрет. Ну, извините, как ты по тайге идешь, допустим, охотишься на пернатую, на боровую дичь. На тебя миша будет. Что ты будешь делать? Ты добежать не должен, не имеешь права. Если побежишь, он за тобой сразу пойдет. У меня инстинкт включается охотника. И он сразу за тобой. Там обдолбить его сразу и все. Опускать нельзя его. Значит, опять же, какое расстояние видеть? Если расстояние выстрела, допустим, на что способны это ружье, к примеру, мой-19, я, допустим, с пулю 60-70 метров спокойно может целиться и обдолбить его. Симонос, да? Ну, желательно, когда он, как он стоит, как он стоит. Или он сидит на четырех косях, или на двух лапах встал, понимаешь? Он уже, опять же, выбирать, нужно попасть в желажную органу, чтобы вот... Он с пробитым сердцем бежит 50-100 метров. Важно, так что... Сердце, сердце, шейные позвонки и так далее. Вообще позвонок, позвоночник. Чтобы обездвижить его, да. Это зверь все-таки. И поэтому он так, потом подходишь, добиваешь, да и все. Чтобы он больше не поднялся. Встречи были? Ну так, были. Но далеко. Но видел? Конечно. Один раз была ситуация... Не бежал? То есть, вдалеке. Былая ситуация на болоте мы видели. Такое ощущение, когда мы шли вдвоем, он впереди, шел, я за ним. Я боковое зрение вижу, что на болоте что-то движется. Поворачиваю метров 150-200 где-то. Он бежит по болоту, такое ощущение, что он плывет. С такой здоровой, с только журой у него. То есть, ну, интересно было. Постояли, посмотрели, у нас в нашу сторону, как бы, посмотрел, тоже. Он нас ощущал. В нашу сторону смотрел, убежал так боком. Ну и что, пули зарядили, дальше пошли. Если что, у нас договор, как бы уступом становимся. Откуда, допустим, мы видим. И стреляем, чтобы не попасть друг в друга. Все. И так же была ситуация, на лодке ехали тоже. В протоку залетаем на лодке, на скорости. Он по берегу бежит. Ну, здоровый тоже. По берегу бежит, наглянулся на нас. Он мне сказал, раз, и в воду прибыл. Перед нами воду, перед лодкой. Потом. Ну, мы не стали трогать ничего. Ну, были бы камеры, было бы это все дело, конечно. Для истории можно было красиво все записать, интересно все. Когда он выскочил, отрехнулся к нас, посмотрел злобно. Рукнул и побежал дальше. А на лодке ездят или ходят? Ходят моряки. А вы ездите на лодке? А мы ездим. Хорошо, понятно. Ну, а по птице, блядь? Да, птица, да. Каждый год бывает такое, что про птица. Бывает мор в баровой дичи. Не понятно, откуда все это происходит. Ну, какой-то грипп или что-то такое. Бывает вообще, один год вообще, мужики рассказывали, вообще баровой дичи не было. Ну, то есть тетерев, глухарь, рябчик. Ну, зимой, это в основном приходит местная куропатка, и слави очень большая, крупная, туда прилетают полярная куропатка. А крупная, красивая, белая такая. Тоже характер, что же бороди считается. То есть местная птица, рук-тленка, считается самая-самая сромательная охотника. Это что? Глухарь. Глухарь. Тетерев. Ну, в основном, петухов бьют. Сам их стараются не бить, почему? Потому что тоже считается враконерство. Ну, они еще? Ну, они, нет, ну, у них мясо вкуснее, конечно, согласен с вами. Но вопрос в том, что на следующий год должны принести яйца, воспитать, поднять птенцов, это опять же, вот ты охотник, это тоже немалый фактор. Есть какие-то бараны, которые стреляют от этих самых, но это неправильно. А размеры петухов? Размеры петухов? Ну, я вот последний раз, когда мы были на 831-й боровой, когда мы забрасывали бортом, вот так голова. Ну, то есть метр, получается? Метра, да, птица. Там где-то около 15-16 грамм чистого мяса. Да, такие вот тушки. Цвет такой, перо такое, серого цвета, чисто серое перо уже. Не черное, вот молодые, они все черные, там тоже здесь красные те самые. А это чисто серые, старики такие. Ну, это был, конечно, отпад, это все видеть. Я такой, пирас увидел, такие глухари здоровые, конечно. Вот, все перо серое, понимаешь? Они такие, знаешь, серьезные, такие вот, видно даже по ним, по их поведению, что они очень серьезные, как раз так внимательно все, вышли когда с леса, и внимательно все осматривали, спокойно идут. А молодежь выскочила перед ними, как эти, знаешь, распиздяй. Не, глухари там уже взрослые. Выбежали такие перед ними, там, т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т-т. И уже типа там камни уже бегают, ищут, а эти ходят, идут за ними. Впереди уже толпа выбежала, птицы, понимаешь, там, тетерева, глухари, они все вместе выходят. Почему, интересно, так вот момент эти все. И вот мы сидели вдвоем, на паре был, то есть мы ступом сели, а не, а глухари, где зашел в эту зону, получалось друг на друга мы сидели. То есть момент был, я самый главный должен был первый янстр, а он сидел на готове. Я сидел, ситуация разглядывалась, все это дело. Ну, красотички, конечно, не описываем, столько птицы вышло. Ну, в стае какая численность? Ну, они же там это, они же вылетают отдельно все. Вот, допустим, вырубка, где мы сидим, мы с тупом садимся, там, маскировки, ну, шалаш делаешь, сидишь, шалаш делаешь, не ждешь. До рассвета. По темноте сейчас шалаши сели, и все время рассвет приходит, начинается расцветать, и начинаешь смотреть, они прилетают на края деревья, на края деревьев, садятся наверху. Наблюдатели, наблюдатели. Или слева, или справа садятся, и друг друга видят. И то и ждут уже, когда с налого подлетят. Они же с лосистором приходят, подлетают. Вот, и наблюдатели сидят, те уже выходят на территорию, где камушков в зоб накинуть, чтобы перетирать потом иголки пищи их на зиму. Выходят, и эти сидят, наблюдают. Потом они слетают, срываются туда в кучу тоже. Ну, интересно, конечно, все наблюдать. Ну, вот, в последний раз, когда получал это, насчитал я больше ста глухарей, не считая тетеревов. Это стая, которая прилетела? Нет, это они не стаи прилетают. Они приходят, по отдельности летят. Ну, может, группами, не знаю. Но я в Тагене по одному постоянно глухарю. То есть где-то, слышишь, когда впереди тебя захлопали? Ага, прям слышно, хлоп-хлоп-хлоп и пошел. То есть он с нижней ветки срывается, когда он тебя видит, и начинает скорость набирать, и хлопки получаются. Я думаю, ага, вот ты, родной. И все, подходишь, ждешь, смотришь на него. Он залезет, залетает на самый верх, чтобы было видно ему всю территорию, кто там идет. И смотрит на тебя. Увидел его, все, метров 77-80 есть. Ружье приложу, дерево, чпок его оттуда. Иди сюда. Ты шлепал? Нет, он падает, это самое. Нет, шлепка нет, там уже мягко. Все. Был раз такой, что подранил, крыло ему подбил, сбил крыло. И подхожу в ту зону, где он упал. И смотрю, еще не поймал. Стоит, и сзади меня смотрит. Высунулся в один глаз, и смотрит на меня. Это зараза, к нему раз, он, когда меня крыло так распашил, и шипит прямо. Ну, жить-то хочется. Понимаешь, что к нему за ним пришли. Ну, и он добрал сразу, да. Вообще ханты делают интересные ловушки. Вообще интересные. Я как бы этим не занимался, но хочу заняться, попробовать. Значит, идет именно, где глухарь выходит, то есть по следам видно, стайги из леса. По пути делаются загоны из тростника. Ну, мелкие там, осина в основном. И палочки вот так ставят, 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 топно. И впереди ягоду насыпают. Все, он заходит туда. Он же перёд прижимает, идет. Ягоду чувствует. И прет, 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 там бах! На каком-то моменте. Подпрыгнул. Все раз. А там идут как бы сужение идет. И еще плюс, под этим самым, под напряжением вот так. Он подпрыгнул, да, и подвис. Все, лапа уже не туда. И кривили, не может распушить. Все. Начинают там шипеть, орать и так далее. Поскольку хоть и хозяева родной зашел. Прям живых сколько раз брали они. Ну, пытаются заведить, но это вряд ли не получается разводить. Ну, да. Интересно, какие моменты. Ну, как по, ну, скажем так, процентному страшению удачи охоты, если к нам приехать? Да. Уедешь трофеем или может быть? Почему? Ну, смотри, какой трофей. Зачем мы едем, смотри. Зачем? Если мы за птицей едем, то мы птицу по-любому возьмем. По-любому. Мы на лодках там двигаемся и так далее. То есть, тетерева, допустим, они в самом вылетают в стаями. Тетерева. Глухари, они по одному все почему-то. Ну, допустим, если выводок молодые, они там, ну, да. То есть, мамка их не как бы, тетерка и глухарь-то может быть. Вот раз всего видел выводок. Небольшие глухарики такие вот, как тетерев, но они маленькие. Вот раз видел, а больше не раз видел. В основном, стаянных птиц это, борова это, эти, косачи, тетерева. Это мы называем косачами, вот так по лучшим тетерев. У кого хвосты в разные стороны, черные. Они стаянные, рябчики стаянные. Рябчиков я видел один раз, когда мы 80 километров выходили пешком в стойке, лодку на себе тащили по льду уже, замерзли. 80 километров. Вот, трое суток выходили, ну ничего, мы сели, насчитали сто с чем-то этих рябчиков. Это мы не все посчитали. Там туча, представляешь, туча может вылететь просто из тайги, как гирлянды на елку садятся, красиво тоже смотрится это все дела. И пищат между собой, и разговаривают. Интересно. Ну, тут приезжать нужно на сколько? Не на три-четыре? Ну, зависимость. Ну, оперативность, тут оперативность, я не знаю, оперативность, как бы там и нужна, там оборот, как бы спокойное движение по тайге по лесу. Отдохнуть душой, да, набрасывая энергия, которая там в действительности есть. Присоединиться даже к самому толстому кедрачу, обнять его, постоять спиной и так постоять. Это тоже энергия, когда оттуда идет. Конечно. Я когда нахожусь в тайге, я отдыхаю. Мне не интересно эти моряки, они, я раз туда поехал, все, мне больше не захотелось ездить туда. Вот находясь в тайге, я там действительно отдыхаю. Я приезжаю домой, у меня год на следующей поездке у меня адрелолин такой, что это самое. Откуда все это берется? Естественно, от отдыха, от той же пищи, которую мы там добываем, ту же рыбу. Сейчас, допустим, вот сейчас такой период, сентябрь, конец сентября, начало октября, сейчас вот там в тайге, в дыржных речках, щука выбивает всю мелкую рыбу, естественно, щучек тоже выбивается, покров нечим щукой, и стоит. Ждем? не понятно, чего. Это пока вода начинает сходить, и потом, ну, наверное, да, спиннинг закинул, один заброс, щука от 5 до 12 килограмм. Ну, это все вообще классно. А, говорил, конечно, вперед там аж подкидывает. Крупная щука встречает? Крупная щука? Да, в основном. В основном крупная щука? Ну, в тайге, где глухомандишь, что-то она стоит там. Выложишь, допустим, ты от 5, там 6, 7 килограмм, такие, в усадь. Может попасться, потом уже, днем, полагаешь? Ну, где-то так, да. 12, она больше. А, глазами? Глаза вот такие. Да, 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 ну, как обычно рыбаки рассказывают, охотники. Вот, и, в принципе, зимой там тоже классно. Вот, именно хочу, с Васькой разговаривал, И когда там сезон начинается, я имею в виду подлённой ловли, окуня, щуки и так далее, постоянно, то есть, лёд только встал, толки ещё, можно ехать и спокойно рыбачить на сегаходах, всё так как положено. Представь озёра, которые находятся в Лухомане, на них вообще доступа нет никому. А лицензия? Какая лицензия? Там местные, у него свои угодья в Оси, понимаешь? Там и угодья, естественно, есть озёра. Какая лицензия? Они там ханты, они местные жители. Сами себе? Сами себе, да, прокомку, они вот имеют право ловить там всё это дело. А летом? Летом тоже, собственно. Ну, их там даётся леспранхозам, даётся документ, ну, якобы, от закона, на законном уровне всё такое, всё-таки они имеют право выловить, бесплатно, не платя ни за что. За это не платятся деньги, потому что они местные жители считаются. Ну, закон для кого? Кто закон придумал? Местные? С себя? Да нет, это с Москвой всё идёт, ситуация. Местные до себя там... Местные не регулируют? Нет, конечно, нет. У них регулируют то, что одно, если они, допустим, лоси увидели, след, то им нужно мясо добыть как-то, чтобы не покупать мясо непонятно что и какого производства. Цель там мяса дороже стоит, чем? То же самое, цены такие же, такие же цены, как и здесь в Москве, в Московском регионе такие же. Говядина, свинина и всё? Да, 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 привозная всё, да, привозная, да. И такие же цены? Да. Я 9 лет, 10 лет назад оттуда, когда приехал сюда, сравнил цены. У меня супруга тоже работает, работала в торговле. Она тут цена сейчас в голове отложена, и всё-таки пошли специально смотреть. Одинаковая цена, вообще одинаковая цена. Мясо, мясопродукты и так далее. То есть, они цену там знают московские и регулируют эту цену за счёт Москвы. Это я так понял. Вот. То есть там всё практически? Горючее? Ну да, да, да. Горючее чуть подешевле, кстати. Дешевле, кстати, горючее, да. Здесь самое дорогое горячее, в Москве, в московском регионе. Ну, 5 еще. Ну, да. Да, в Питере тоже вот дорогой там. Питер вообще сам дорогой город. Всё, когда людей слышал, разговаривал, беседовал. Вообще очень дорогой. Ну, в Питере всё время заправлялся по финским бензинам. И что? Рядом не поставишь, знаешь. Это же было лет 10 назад. Да, понятно. Сейчас, может быть, и выдавлю. А сейчас это у нас какая финна приезжает в Питер, затариваться бензином и водкой русской. Потому что у него там дорого всё. На выходные дни, кстати. И горючее вытащит. Да. Не знал, мало. Не, вот когда вот мои дети приезжали, когда мы там с местными обеседовали, разговаривали. А тут тоже сейчас 98. Тут тоже 98 хороший. Я раз попробую, залью свои тоже. В тапку дал, он прям просто летит. Восполняйтесь на другое, чем у 95. И поэтому мощности прибавляются зрители. Он тебе 25-95, 98, да. Рассказать вам анекдот. Давай, да, мы ждём. Прямо трёх псов. Приходят три пса в зеленарку. И они приводят их хозяева. Ну, всё-таки сидят друг к другу. Ты типа, что тут сюда? Да вот, блин, душа. Попал в такую ситуацию, в какую? Ну, между собой разговаривают, гостя. Так, говорит, хозяйка нагнулась. Говорит, я пилотку увидел. Ну, у меня встал, заскочил, засадил ее, короче. Хозяин пришёл, сказал, яйца отрезать. Ну, сюда привезли. Второй такой сидит, грустный. У меня, говорит, тоже такая же логичная ситуация. Блин, душа. Хозяйка говорит, полой мыло. Мыло, смотрю, пилотка у меня оголилась. Ну, чего-то не выдержал. Заскочил, у меня засадил. Ну, хозяин тоже яйца обрезать. А ты ещё типа, что? Ну, говорит, один из них. Ну, говорит, да, всё, нам, говорит, пипец всем, троим. Ну, один, третий, говорит, не, ребята, это вам пипец. Будет такая же ситуация, а мне, говорит, чисто, когда точки подрезать. И всё. И вообще, конечно, это рабочее. Вот даже от топора видно след. Это когда мы перекладывались с борта, и топор торчал просто. Оно было в чехле, и как-то так чехол бросил, и топором растёк. Ну, смотря Олегу, 28 лет, там он у тебя. Да? Стволы в идеальном состоянии. Хочешь, я сейчас разберу, разберу приклад, покажу, что там внутри. Вот недолго. Может быть, разберём, но он не счастлив. Я понял. То есть, оно выделяем в состоянии, замки, всё чётко. Что-нибудь делать с ними? Нет. Замки, всё чётко. Нет. Не подгоняй, не подключай. Нет, 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 вот как там было. То есть, одно время было приклад, он расшатался. То есть, этот разобрал, снял эту четырнюю часть, там есть болт такой. Его подтянул, и всё. Всё, то есть, оно как было в таком состоянии, так оно и есть. Видимо, завод был плохо пройти. Ну, может быть. Оно же тоже дерево играет, сохнет, набирает в себя воду, так далее. То есть, подтянулся завод. И всё, да, и всё, у меня дальше вперёд, заливание. Работаем с ним до сих пор. Правда, уже находясь здесь, я уже не стрелял, сколько снимал, блин. Соскучился. Это нормально работа, как называется? Да-да-что, да. То есть, без права не заедает? Никогда. На место всё стоило сразу, занос щелчка, то есть, доводишь, у нас щёлк на место. Это, бывает, на выруже берёшь, по-моему, даже какой-то замочек. Как называется, правильно? Вот это? Да. Как хер его знает, как называется? Ну, короче, вот этот хер его знает, как называется, он изначально не по центру вставит, а немножко справа. Ну, вот, видишь? Крис, у тебя тоже чуть-чуть справа. И потом, как, потом якобы при эксплуатации, он немножко... Он разрабатывается, да, и стоит уже по центру. Да нет, у меня всё чётко стоит, смотрел, продемонстрирует, смотри. Видишь? Да, да, да. Всё, защёлкнулся, заодно, защёлкнулся, всё. Никакого, вообще. Ну, то, что она весит, 3 килограмма, 700 грамм. Да, да, и что, 3 700. Ну, по троге, конечно, по началу, когда она висит, у тебя на плече, тянет, чувствуется, что какой-то вес. А потом, когда привыкаешь, всё, не ощущаешь вообще веса его там. Ну, тебе, потому что дофига патроны, тебе патронтаж, рюкзак, рюкзаки там по-любому, балка, тушёнка там, водичка. Да нет, сводка там нет, такого нет. Сводка такого нет. Мы не ходим, сводка, по-твоему, никогда в жизни поддатами, пьяными, ни в коем случае. Ну, что может после встречи, чем быть с хозяином, извините, ты пьян, у тебя же не та лекция и так далее. Для запаха хотят жить? Ну, вопрос, в чём, да. А вот, смотри, бытует мнение, что вот производство, допустим, производство Советского Союза ещё оружия гораздо выше было, конечно, что делают сейчас? Нет, сейчас вот эти заводы, Тульский завод, который тоже дробовики делает, Тульский оружейный завод, ТОС, вот эти оружия, тоже там 27, 34, 37, не помню, какие там маркировки, тут, она разбирается вообще. То есть, Ижевка имеет предпочтение разбирать сначала цевьё, а потом стволы. Классическая схема, да. Классическая схема. Также в таком же порядке собирается. А вот Тульского, оно просто разбирать сразу вместе с цевьём. Разбирать сразу. То есть, цевьё... А? Да, я не знаю, в принципе, как было раньше, ценились тульские оружия. Ну, вот я взял лыжевку, я не жалею вообще ни грамма. Иж 27, это у меня, сука, прилично годов. И грамма никогда не подводила. То есть пулю, с пулю можно стрелять 70 метров, опять же, но без проблем. Ну, Селосявич, конечно, вот красиво стоит боком, чтобы можно было под лопаткой прицелиться и выстрелить. Ну, а приставка у вас приходилось дожать руки или может даже применять оружие, собранное, после 90-х годов? Ну, там в Тайге, да? В лесу только. Разница есть? Что здесь? Какой лес тут? Нет, это не понял. Оружие собранное, выпущенное после 90-х годов. А, ты имеешь в виду оружие, которое по себе в сыграх выпущено? Я с них не стреляю, им что они имеют, не имеют такой возможности, как бы, им это неинтересно, просите кого-то дают пострелять. Это человек оружие, как бы, и поэтому... Не, не, не интересовался? Нет. То есть, не жаль, как мне и разговаривали о своем оружии? Ну, понимаешь, ну, как бы, каждый говорит о своем, ну, редко в основном, эти разборы редко происходят. И каждый хватит, да? Ну, каждый свой там, естественно, раскатывает, то есть, вот, столько-то, столько-то. Я, как бы, эти вещи не обращаю внимания, как-то не приходилось на эту тему разговаривать. Вы видите, там заура у человека была, вертик-горизонталка. Ну, это да, это немецкое ружье, заура. Ну, да, там, то есть, там, не знаю, почему, стволы изнутри, ему столько-то лет-то было, не помню. Ну, он бьет кучно, не как, допустим, из-27, а то кучнее бьет, и расстояние выстрела намного больше. Почему? То есть, у них стволы больше, я так понимаю, чем у нас. У нас ствола больше. Да, это для ствола тоже зависит от для выстрела. Если стволы подлиннее, то, естественно, дальность стрельбы другая. Может, патрон другой нет? Нет, такие же патроны. Один в один. Ну, я говорю, с этого ружья добывал, я вообще доволен. Моя кормилица. Да блин, это надо ехать, остаревать время для этого все равно. Ну, понятно, что ружья есть дорогие, очень дорогие. Ну, я, допустим, как средний обыватель, средний охотник, средний ботик, средний ручейчак. А оно тебе не надо? А оно мне неинтересно. Ты бываешь сходу сам, чем ездить? Да, конечно, то, что есть у нас. Что под рукой? Да. Нет, твое фоу, ружье, что говорить. А то, что там эти понты покупают люди, карабины там. Это, ну да, понятно, люди любят оружие и так далее. Ну, это, я считаю, понты. И что, они купили 5-8 стволов, я не знаю, 12 стволов у меня. Вот сосед у меня буквально есть. Я говорю, зачем они тебе нужны? А куда 12? Разрешло 10, но больше. 12? Ну, он работающий, действующий. Я не знаю почему, но он действующий офицер. У него 12 стволов. Я говорю, нахрен тебе столько. А хрен его знает. Вот тоже начинают там маргумы, все эти импортные ружья, карабины. Я говорю, для чего ты все-таки собираешь, купил для чего? А хрен его знает. Пусть будет. Ну, то есть, ну, мне это неинтересно, конечно говоря. Вот, честно говоря, выкидывать деньги неправильно на что, для чего. Ну, и вот эксклюзивный вариант моего дробовика вообще. Я считаю, мне больше ничего не надо. Конечно, если бы занимался, допустим, постоянной охотой в Сибирь, домой летал бы, можно, конечно, со временем прикупить и карабин, для того, чтобы котлету где-то далеке выведал, спокойно с упора сел его, чпоково. Сколько? Метров за 150. 150-180 метров. Ваксон, да. Они же пристрелятся, карабином на 300 метров, на 200 метров, на зависимости, как там, какой карабин и так далее. Поэтому... Но опять же, и пупочка можно? Срогатки бьют. У Васька срогатки, в смысле, вот такой прицел. Ну, какой здесь. Ну, стандартно, да. Срогатки, там, от дерева, прикасается к дереву, прижмется, иди, чтобы не шатался. Прицелился, как он уже, чпок. Все. На то, что 80-то. Ну, там у них кунзатор нормальная. Там, когда в стаге находишься, тебе еще раз говорю, вот все, конечно, отдыхаешь душой, и вообще, то, что ты видишь, совершенно другая. Местная с оптикой не ходит, в принципе, или... Старом строкой садятся ночью. И себя ждут. Васька передвигается ночью. Да, Васька двигается, она подходит к нему, она близко растаяет. Что там? 30-40 метров, это уже конкретно. Подошел, хлопал ему сразу, с двух стволов. Засадил две пули. Все, спокойно перезадился, пока он там доходит. Все, кто был, ушли сразу. Перезарядился? Перезарядился, подошел, добил, и все. Это что за оружие? Такие ружья. А, конечно. Как враткоствольных, конечно. А, я уже представляю. Нет, карабины там используются, вот у друга, у нас, и карабин. И не так он называется, такой какой-то тоже. И недорогой. В общем, это, в общем, он с него уже дофига положил. 7,62 калибра, все такое. То есть пули там, разрывные специальности, с одной пули попал, все. Он уже идет. Разрывные? А? Разрывные? Да. Это что за оружие? Ну, само основание пули. Нет, я понимаю, запущено. Почему запущено? Он и все подается в магазинах. А, это между полоболочкой, что ли? Полоболочка. То есть, а ну как, как не разрывные? Ты, допустим, взял этот, этот свинец крестом, вот так вот, наметил. Он распускает? При попадании, при попадании, да, там разрывает все. Это не по его разрывной, я не говорил? Нет, конечно. Нет, это охотниче, разрывной. Ну, это сами делают. 5,6 сделают, так же самое, нарезают. Пулю, чтобы попало. Она там разрывает все, выносит сразу там. Ну, при выходе там вход такой вот, а выход там другой. Я уже думал, там бронебой или нет? Да нет, нет, то есть, такие. А, если сами вот, говорю, вот он ездит постоянно, то они зимой себе на стаи выходят, там, ну, вось, обычно зимой сбиваются в стаи и гормятся. И двух, троих возьмут, они там, есть, они там, втроем едут, три раза в семье, двух, трех возьмут, раздевают мяску, мяску раз, и тихонько, до дома. Ну, в холодильнике забьют и дальше кайфуют. А шкуру пояснили? Да зачем она шкуру? Все съедается? Нет, я говорю, куда там все оставляется? Нет, ну, допустим, если есть там у них... Прородой? Ну да, впродище все оставляется. У нас все рога, допустим, рога забирают. Нет, изверти там все это придерживают? Конечно, конечно, конечно. Мурадии? Да нет, там зимой-то тоже куницы, лисы, конечно, их много. Чернобурки тоже заходят, что еще, писцы заходят туда, писец есть тоже по зиме. Но ману старолю все-таки есть? Да есть, есть. Ну, их никто не бьет, я, допустим, не бью. Не промысловики? Ну, промысловики, которые работают в тайге, вот делают именно те участки, где, допустим, много соболя. Есть там такие участки. Соболь, опять же, такой же, он же мигрирует постоянно, соболь. Он на месте не сидит. Шоу-шоу. Они просто уже знают, что в каком месте зимы, они туда забрасываются, допустим, до зимы. Промысловики, и все, ждут. Соболь появился, в первые сады пошли, все, они начинают там долбить соболей. Ловушки стоят? Да. Или смокашки? Сами, с мелкашки, да, с мелкашки, с собаками. Собака загонит, он облавит, он подошел спокойно, выстрелил в голову, да, чтобы шкурку не прошли. Все, чипок, и даже долбовал. Я промысловиков, мы раз бортов забрасывали, промысловиков раз встречал, но они по рыбе были. Ну, то есть, рядом, короче, мы здесь сели, нас выбросили, там речка была той уже, там избушка была. Ну, как бы недалеко от этой речки пытались, там рыбу логить и так далее. Потом, со мной было трое человек. Одному из них нужно было ехать на поезде. Ну, как бы с летчиками говорили, что такое число нас заберут. Тебе да, вопросов нет, все. Но, опять же, они это все услышали, то самое было. Ну, потом у них начался кипиш, когда борт на знамя пришел. Я говорю, там погода, это тот погода, где мы находились на севере, вообще идеальная, ни тучки, ни одной тучки, солнце светит, борты где-то стороной обходят, прям видно вдалеке. И, в общем, он опоздал на поезд, короче, все такое. В общем, мы просидели четверо суток, бор сдали. Ну, и, в общем, делать нечего, он уже встал и пошел там по реке. Вышел на озеро. Не понял, смотри, кучи какие-то, вдалеке. Прям на озере кучи. Ну, что ты такое, не понял. Ну, туда пошел. Заметенный снежком, там, припорошенный. Подхожу, там окуня вот такие. Такие окуня. Вот, один в один. Может, чуть меньше, может, чуть больше. Окуня зерва. И вот кучи. Ну, это промысловики. Потом промысловики приехали. И у них, мужики, дайте рыбу, жрать нечего. Они, что-то, и вы откуда? Я говорю, да мы бортов забросили сюда-сюда. Говорит, там погоды, говорю, нету. И бор за нами не пришел. Там мужики, говорю, уже не знают, друг на друга сидят злые. Я говорю, дайте рыбу, добери сколько хочешь. Вот, короче, я набрал там, не знаю, рюкзак принес. Вот мы там кайфомо лежали, где на костре. Ясно. Ну, а, Леонид, что-нибудь посоветуешь начинающим охотникам? Частый вопрос, какое оружие купить? Да, это, понимаете, тут, как сказать, есть же люди разные. Советовать можно что-то. 12-й калибр в основном берите. Это уже... Не слишком мощно? Да нет. Нет. А зачем покупать еще раз потом ствол? 12-й взял, и все нормально. И что, то есть я уверен? Да, конечно. Ну, 16-й тоже уверен, как бы, да, в тайге там, если Миша выйдет, вопросов нет. И 20-й, 22-й, 32-й. Тоже уверен, там пуля тоже хорошая. Там каждого ружья как бы своя есть. С вами Миша. Да, да. Ну, примерно, да. А здесь, я считаю, начальничный охотник, 12-й взял, и наше сандыповское ружье, советское, российское. Сейчас мы, кстати, ружье стали выпускать намного лучше, мне кажется, чем раньше. Даже так? Да. Потому что сейчас идет же конкуренция между заводами по продажам оружия. И наше, каждый завод старается, естественно, какое-то внести новое, новую фишку какую-то, допустим, там, охотничье ружье. Ну, а сейчас вот фишку, выкованно, вот такого номера, на полу-новязной. Я слышал? Полу-новязной, а тут 12-й, который? 12-й, по-моему. Годка ствола, там внизу полу-новязной. Ну, на выходе там? Да, да, да. Это предназначение для разных патронов. Для разных патронов. Такие стволы разные? Ну, разные дроби. А это же тоже номер дроби имеет. Какой будет? Есть единица, есть двойка, есть тройка, есть четверка. Ну, так, на уменьшение, нет, дроби. Дроби. Ну, пули стреляют. Это пули обычная пуля, то она летит там погладно, потом он в конце идет с нарез, и она закручивается. Ну, да, есть такое есть. Считается уже как почти нарезной, но лицензию на нее нет. Ну, типа, вот ждать пять лет, после того, как купил гладкий ствол, пять лет ждешь, промышленность, имеешь право купить нарез. Нет, уже сразу ножку спортирую. Да ладно. А сейчас таки новое правило? Вот именно вот. Нет, на чисто нарезной остаются старые пять лет не меньше. А вот на этом у полу. Или 12, я не помню какое. До 12, я слышал об этом тоже. Полу нарезной. Вот его можно покупать сразу. Ну, опять же, это тоже гудкоство. То есть, представляешь, когда пуля на выходе выходит, она тоже деформируется. Есть такие моменты, деформирует пуля. Когда по стволу найдет, там какой разгон. И в процессе разорачивается. Там пуля и другая, это не для гладкого ствола. Как это другая пуля? Другая, ну, как обычная пуля. В оболочке, что ли? Она свинцовая. Ну, да, они все свинцовые, но подокоснул. Она, по-моему, без оболочки идет. Там именно в форме пулей, патрон, как обычный. Ну, конечно, он другой немножко. Может, где-то что-то отстал, не видел. У меня пуля летит, обычная пуля. И в конце она, именно в конце, может быть, 12, 15, я тоже не помню. Идет на лес. Ну, я понял, это сойти уже слышал. Там она заворачивая, пошла пуля дальше. Ну, это, опять же, я считаю, это неэффективно. Если, блядь, так-то резной уже. А резной, это, извините меня. Их специально отстреливают. Ты покупаешь как хозяин, ты опять же идешь перед полицией, чтобы там их тоже отстреливают. Это все дело забирается в документы. Ну, поэтому, ну, здесь... А тут вроде как вот есть плюс, есть свои минусы, но вроде как оно, считай, уже и на ОВЕЦе, и в АВЕЦе, и в АВЕЦе. Мне тоже непонятно. Эта ситуация просто сделала, имитация для... Имитации, да. Имитация всего того, что, допустим, ну, опять же, ты с логовкоствольного будешь стрелять, ветки какие-то будут мешать, примерно, ты выстрел делаешь, бах, выстрел, ветка на пути пули, пуля уже сразу уходит в сторону. Снарезного не уйдет в сторону. Хотя тоже поменяет реакторию полета. Да, энергия уже совсем другая. И энергия другая, то есть. И тут, что говорить-то? Ты когда снарезного стреляешь, ты же опять же сможешь в чистоте, чтобы, ага, открытое место, в тайге, допустим, придешь, ветки, раз, подпрыгнулся, увидел, он стоит, доком к себе. Сразу, ага, потихонечку перезарядился, присел, ну, видишь, ну, часть тела куда-то бьешь. Гладкого, да. Хлопал он сразу, все, под лопатку бей, все. Сразу на передней кости раз и все. Дошел до Билова, сидел он. А нарезной-то, я считаю, панты какие-то. Ну, опять же, это для чего он нужен, я не понимаю. Кабана завалить с этого ружья вообще легко. Вообще без проблем. Представляете, там какая дура ли ты, 12-й калибр. Опять же, ты, если подпустилась, как кабан, на выстрел. Ну, нарезной, скажем, допустим, мы тоже ездим на охоту на сурках, рыбака, в Ростовской области. Меньше, чем 50 метров, он себя вообще не подпустит. И смысл нарезной-то брать? Только с нарезной. Кто-то? 100 метров, 150 метров, 200 метров. На кого выходитесь? Сурок. На сурокайбак, так называемый. Да, больше 10 килограмм. Бывает, в основном, 5-6-7, ну, есть их 10-13-13. Сало. Очень ценный. Мех тоже. Машу. Ну, вот зимой, допустим, или... Мясо спорного вопроса. Я пробовал. Ну, опять же, как приготовишь. Дичь мясо по приготовке, это как готовит специалист. Если тяп-ляп, то, естественно, там никто жрать не будет. А если как с чутким подходом, с толком, с остановкой, то это получается, да, с душой, то это получается вообще пипец. Это я хочу, допустим, вот, дай бог побываю там в Сибири, не знаю, как получится. Обязательно, если что-то добудем, обязательно буду варить шурпу. Обязательно. Ну, пока что-то делается. Ну, конечно. Если буду там все это дело полностью, расскажу, как это все происходит, как это все тонкости, все нюансы. То есть, все как положено. Ладно, ну, что-то. Я желаю успеха. Спасибо. Спасибо большое. И привести материал. Спасибо большое. Будем стараться привести материал. Ладно. Давай, пока.